Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас с вами очередной влог. Что он будет включать, я даже не знаю. Мы с мамой сейчас собираемся погулять, потому что на улице просто обалденная погода. Прям чувствуется не то, что весна, чувствуется лето, витамин Д и все дела, поэтому мы выходим на улицу. Хотим немножко пошопиться, хочу маме купить обувь. Также ей нужна новая сумка, буду снимать для вас, все это дело показывать. Также обязательно надо купить корм Твиксу. В общем, такие, знаете, повседневные дела, ничего запланированного нету. К сожалению, особо таких грандиозных планов нету. На днях у меня будет фотосессия, фотки будут в Инстаграме обязательно. Так что не забывайте подписываться на мой Инстаграм, мне будет очень приятно. А лук у меня сегодня вот такой. Ремешок от прошлых вот этих джинсов. Я напялила на эти, эти джинсы тоже новые. Они очень легкие, летние, то есть в них не жарко, самое главное. Они не скини, то есть не липнут к нашей фигуре. Вот сделала такой хвостик, сверху джинсовочка, и все, мы готовы, девочки. Такой вот у меня лук, лучок. Как вам тебе мой стиль? У меня, кстати, потерялся ремень, ребят. У меня все теряется дома, надо купить новый ремешок. И маска у меня такая. Все, она большая? Да, большая. И неудобная, кстати. Очень плотная, дышать невозможно. Но ничего, самое главное, есть маска, есть. В первую очередь зашли в мамин любимый магазин с посудой. Здесь я залипла около тарелок деревянных. Деревянная вообще посуда, приборы на мукбанке, это самое то. Они не раздражают слух, я вас очень хорошо понимаю. Но здесь не было того, что мне действительно нужно. Дальше мне здесь понравились вот такие вот штуки. Органайзеры, или как правильно назвать, дозаторы скорее, да. Для мыла есть золотой расцветки, есть серебряный. Вообще много всяких прибамбасов было именно для ванны, для туалета. Но я ничего не купила. Дальше мы зашли в магазин одежды. И я очень-очень давно хочу себе такую кожаную жилетку. Или я не знаю, как правильно сказать. И без футболки пошла мерить. И вы знаете, все меня устраивает. Только вот этот вот ремешок, который странно торчит. В принципе, взять я хочу. Но этот ремешок, который торчит, меня немного напрягает. Его надо на двухсторонний скотч куда-то прилепить. И еще мне очень понравилось вот такое вот платье. Я думаю, что для мамы было бы самое то. Но, к сожалению, ее размера не было. Очень так, по-летнему, по-весеннему. Я уже дома пришла переоделать, потому что что-то мне холодно. И вы знаете, я хотела купить вот эту кожаную штучку, жилетку такую, которую я вам показывала. Я ее хотела купить. Еще хотела купить себе ремень, который не стала показывать. Подумала, дома вам покажу. В общем, подхожу к кассе. И на кассе мне говорят, что мы не можем пробить вам с карточкой. Я говорю, почему? Товары недорогие, типа скидочные, потому что ремень был на скидке, поэтому мы не можем пробить карточкой. Я просто не понимаю, у меня карточка не кредитная, то есть я не делю сумму на месяцы и так далее. То есть почему нельзя пробить с помощью карточки, я так и не поняла. Тем более терминал был. Вы можете, говорит, расплатиться наличкой. У меня наличка была, но как-то принципиально я не стала расплачиваться наличкой. После всего этого коронавируса вообще я стараюсь и вам советую, мои хорошие, заведите себе карточку. Я знаю, что в России, в Европе об этом даже не нужно говорить, но у нас я замечаю, что где-то, наверное, 60% населения платят деньгами. Мне кажется, это очень негигиенично. За целый день непонятно, сколько человек трогали эти деньги, поэтому лучше всего карточкой и сами подходите и Wi-Fi вот так вот платите. Вот поэтому, к сожалению, я осталась без этой жилеточки и ремня, но ничего страшного. Я думаю, торопиться не стоит, потому что вот я где-то 2 месяца назад купила себе платье летнее, прям на лямочках, зимой, прикиньте, купила. А сейчас я это платье вижу в таких красивых расцветках абсолютно во всех магазинах и плюс на 30% дешевле. Я купила дороже и даже ни разу не носила. Это шелковое платье, я говорю, которое синее я купила, поэтому торопиться не стоит. Что я купила для мукбанка? Вот такой вот пирог с малиной, я его уже пробовала, но, по-моему, с чем-то другим, с каким-то другим вкусом. Его мы будем открывать и кушать на мукбанке. Мороженое тоже для видео. И опять обалденная клубника. Вы, наверное, напишите, да, я-ка задрала уже с этой клубникой. Но, блин, сезон скоро закончится, поэтому нужно пользоваться этим моментом. Не круглый год же такая вкусная клубника. Еще, когда я шла домой, в супермаркете заметила очень классный такой смачный арбуз. Но я его брать не стала просто потому, что, скорее всего, если арбуз созрел сейчас, то, скорее всего, он запичкан химикатами, поэтому рисковать не стал. Немножечко еще подождем. И, конечно, будет мукбанк и с арбузом, и дыней. Заказала, значит, себе вкусняшки из Макдональдса. Решила себе позволить. И сейчас спускаюсь их забирать. Жду лифт. Уже внизу мой курьер. Ну, как мой. Не совсем мой. Я, кстати, такая стильная. Сейчас вам покажу. Ну, гляньте. Вот такая вот у меня обувь с носочками. А вы говорите, я не стильная. Ну, зачем брать? Птичка в клетке. Что я закатала? Цезарь ролл. Конечно же, луковые кольца. Ну, куда мы без них? Картошка фри. Тепленько. Кофеечек у меня еще. С десертиком. Читала в комментариях, что вы соскучились по моему скетчбуку. Но, признаться, если честно, я без вас ничего там не рисовала. Тут, знаете, дело такое творческое. Вот когда появляется вдохновение, хочется рисовать. Если вдохновения нет, никто не может меня заставить этим заниматься. Но скетчбук я введу. И мне очень нравится это. Начала рисовать именно с кроша. И крош именно с камерой. Вы уже, наверное, догадываетесь, на какую тему будет разворот. Блогерство. Мой канал, сколько у меня подписчиков и так далее. Дальше мы рисуем попкорном. Я немного себе наброски уже сделала карандашом. Так удобнее рисовать. Когда сразу и плюс еще на камеру снимаю, у меня получается вообще ужасно. Почему попкорном? Потому что вы, мои любимые зрители, вы смотрите меня. Может быть, с какой-то другой едой. Может, с попкорном. Я всегда стараюсь, чтобы рисунки как-то соответствовали развороту. Дальше у нас здесь будет очень интересный медвежонок такой. Которого, кстати, я нигде не нашла. Просто сама придумала. Получилось очень даже ничего. Он будет у нас в стакане. И такой мимимишный. В общем, в этом развороте я хочу поделиться с вами информацией о своем канале. Сколько на данный момент у меня подписчиков. Сколько просмотров. Сколько просмотров набирает мой канал. Например, за месяц. Хочу записать там пару комментариев. Или, возможно, пару подписчиков. В общем, увидите сейчас. Потихоньку будет. Дальше у нас красивейший жираф. Жираф, которого я нашла в интернете. Просто в гугле ввела легкие рисунки. И там вышел этот жираф. И я все поняла, что он мне нужен. И сейчас немножко мне напомнил корову, на самом деле. После того, как я нарисовала. Вот, ну ничего. Разукрашу. Думаю, что видно будет. А сейчас мы уже приступаем к непосредственно разукрашиванию. Конечно, у меня есть и фломастеры. И все остальное. Но я очень люблю украсить именно карандашами. Особенно карандаши хорошего качества. Чтобы они были яркими. Я вот никогда не умела рисовать акварельными красками. Этот крош характеризует, так можно сказать, меня. Видите, влоговая камера в руках. И крош снимает сам себя, так скажем. Разукрашивать я очень люблю. В детстве у меня было много разукрашек. И я не любила, что когда ты разукрашиваешь именно фломастерами, с другой стороны, это все видно. Поэтому я любила карандаши. И вот прошли годы, все равно обожаю именно разукрашивать и рисовать именно карандашами. Я обожала ИЗО. Урок изобразительного искусства. Даже маме одно время говорила, что я буду учительницей по ИЗО. Мама говорила, что это не очень перспективно и так далее. Но рисовать я люблю с детства. Но почему? Вот объясните мне, почему я не могу нарисовать две стрелки одинаковые, если я могу нарисовать каких-то мультяшек, могу нарисовать какой-то пейзаж и много чего. Много чего ненужного. А вот то, что нужно, хрен нарисуешь, так скажем. Вот я рисую и я кайфую от этого, то, что у меня получается. Я думала, что прошлый разворот очень крутой. Но сейчас вот разукрашивая, я понимаю, что этот разворот получился просто нереально крутым. Здесь я расцветки, так как выбирала сама, выбрала зеленый цвет, светло-зеленый, такой ядреный зеленый. Посмотрите, какого качества карандаш. Такое ощущение, что я рисую не карандашами, а фломастерами. Но это на самом деле обычные карандаши. Как вы заметили, на кружке знак Ютьюба. Кружка не совсем такая, как у меня. Но ничего, в этом тоже есть своя изюминка. Кружку решила разукрасить именно фломастерами, чтобы было ярко. Получилось очень классно. Мне очень нравится, чтобы кружка не была в воздухе. Черным карандашом нарисовала стол. Дальше жираф. А знаете, я его разукрасила, потом я поняла, что я сделала немножко неправильно. Надо было на нем вот эти вот рисунки, которые есть на самом деле на жирафе. Их тоже надо было изобразить. Но я испугалась, что у меня не получится. Получится как-то не очень. Именно поэтому я всегда делаю наброски карандашом. Сразу гелевой ручкой я ничего не рисую. Тут я поняла, что здесь не хватает облачков. Потом передумала. И начинаем. Первое число подписчиков. У меня сейчас 197 тысяч 532 подписчика. Но на самом деле на момент уже монтажа, уже я сейчас смотрю, у меня уже на 28 человек больше. Представляете? То есть канал растет и это безумно приятно. А за месяц у меня 4 миллиона 200 тысяч просмотров. Представляете? Ой, я видимо неправильно написала. Я там написала 4 и 2 миллиона. Да, ошибочка по-моему. Надо запятую поставить. Но ничего страшного. Самое главное это жираф и облака, которые я разукрашиваю. Мне кажется безумно мило смотрится. Здесь не главные надписи, мне кажется. Здесь главные именно рисунки, подачи, как это смотрится. Мукбанг и влог. Это влоги и мукбанги. Это часть моего канала. И здесь решила написать число зрителей в процентах из разных стран. Больше всего меня смотрит Россия. Потом Казахстан. Затем это мой любимый родной Азербайджан. Дальше 7% это Украина любимая. И 5% это Киргизия. Мои хорошие, я просто кайфую. Как классно получились рисунки. Как они в тему. Не знаю, может быть мне одно это кажется. Но я когда делала вот этот разворот, я думала все. Лучше этого я уже ничего не нарисую. Но в этот раз мне все нравится значительно больше. Этот разворот касательно моего хобби. Число подписчиков на данный момент. Число видео, просмотров за 24 часа за месяц. 4,2 миллиона у меня, кстати. Это последние три комментария взяла из аналитика. И зрители, откуда меня смотрят. Ну просто вау. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. И хотите ли вы, чтобы во влогах я рисовала. Обязательно тоже пишите. Всех люблю, целую. Не забывайте подписываться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.